Здравствуйте, это Нина Зверева. Это семейное интервью. И сразу хочу попросить прощения у своего мужа. Мы с тобой год назад вот так вышли в прямой эфир. И тема была как разделены роли папы и мамы в семье. И там очень много комментариев, что я забила, отвечала одна, вообще не дала мужу ничего сказать, а ему точно есть что сказать. И там сказано, даже поинтереснее, типа чем вам. Вы много говорите, а вот муж. Поэтому сегодня будет именно интервью. Вопросы будут не мои в основном. Иногда мои, я думаю, ты легко их отличишь. Мы записываем это в День Любленных, чтобы ты был, как бы это сказать, в лес глазах, чтобы был. А что, нету? Ну, надеюсь, что есть День Любленных, 14 февраля. Вот сегодня самый последующий день. Я с озарителем поздороваюсь, а то болтаю уже сколько. Добрый день. Болтаю я, конечно, уже сразу всех купил. Как всегда все. И у меня три раздела. Я готовилась. И спасибо вам за вопросы. Три раздела совершенно понятны. Первый – это дети. И действительно, что делает отец в воспитании счастливых, успешных детей, на взгляд моего профессора. Второй – это наука, потому что нельзя с вами разговаривать и не спросить ничего про науку. Это нечестно. У всех своя наука. У меня общение, коммуникация. У него своя наука. Она ближе к пониманию, что такое наука вообще. Нечто фундаментальное. От меня, честно скажу, далекое. Ну, он интересно рассказывает. Думаю, вам будет нескучно. И третий раздел – это наше с тобой отношение. Я думаю, ради третьего раздела люди выдержат все. Понял. Ну, с чего начнем тогда? Мы начнем с детей. Хорошо. И я спрошу тебя, если очень коротко, то в чем тебе кажется именно роль отца в воспитании детей? Как это делал ты? Так как уже у нас есть с тобой результат, то можем так вот оглянуться назад и подумать, в чем именно твоя роль? Как это делал ты? Ну, я бы начал с того, что у отца одна единственная роль – вселять уверенность. Вот что-то такое должен делать, чтобы была у детей уверенность. А почему у матери такой роли нет? Ну, видимо, природа так распределила. Мать другое дает. Она там делает детей мягкими, восприимчивыми. Но уверенность все-таки, она, я думаю, идет от отца. Ну, так и роли. Хорошо, хорошо. Я не против. Вот. Что я делал? Во-первых, я растерялся. Мне было мало лет. Я еще не знал, что со мной случится. Я только поступил на работу после университета. А то, что уже надо отвечать за ребенка. Это был какой-то ужас. Как воспитывать, я не задумался. Я всем рассказываю, как ты был счастлив. Ты рассказываешь, что это был ужас. Кто мне будет верить после этого? Да все будут верить. Никакой методики воспитания детей я не унаследовал. Ну, как-то вот это на себе я не очень это успел почувствовать. Я делал, чем мог. Ну, мне казалось очевидным, что надо, чтобы детям было интересно. Поэтому их надо удивлять. И это самый главный способ развивать. Если ты удивляешь, они удивляются. По-другому смотрят на мир. Они развиваются. Во-вторых, с ними надо играть. Это очень важное такое дело. Ну, игры толком не изучены в науке. Но это на самом деле такой альтернативный способ обучения, очень важный. И когда ты играешь, получается, что ты можешь быть на равных. Вот признание детей таким же, как ты, это для них очень важно. Это все вместе в клубке и дает и развитие, и уверенность, и интерес. Так я думаю. И третье? Теперь. И третье? Ну, их надо развивать. Вот. И их надо смешить, играть надо с ними. Вот. И их надо поддерживать. Признавать, что они такие же. Вот и все. Уважать, да? Как ты считаешь? Ну, можно считать, что уважать. А примеры игры твоей с детьми? Пожалуйста. Ну, у меня игры были всякие. Там, скажем, в такие чувственные, тактильные. Это больше по твоей части. Вот. У меня всякие игры были в разные там слова. Что-нибудь такое удивительное. И я любил слова коверкать. Всяко. Дети очень смеялись от этого. Им было интересно. Слушай, на лицеринскую нас спрячь на видном месте. Твоя прекрасная игра. Спрячь на видном месте – это вообще катастрофа. Это каждому надо играть до старости. Расскажи. Ну, смотрите, какая вещь. Да, я сейчас, кстати, делаю третью научную карьеру. Я потом расскажу, почему. И вот в этой третьей научной карьере я, наконец, понял, почему так трудно играть в спрячь на видном месте. Потому что мы обладаем ограниченными способностями. И мы прямо вот вписываемся в мир, в котором мы живем. Прямо вот вкладываемся в него. По-научному это называется умвельт. Вот. И когда у тебя все упорядочено, и вдруг порядок нарушился, он как бы выпал из твоего мира. Ты просто чего в твоем мире нет, ты не видишь. Это поразительные свойства людей, которые объясняют не только эффект этой игры, но еще много чего. Люди не видят ничего, что в ней в мире. В чем игра, расскажи. А игра простая. Ты берешь вещь, которая стоит на видном месте, и говоришь детям – отвернитесь. Они отворачиваются, ты говоришь раз-два-три, и куда ты ее переставляешь? На видное место. Под руку. И вот они ищут, иногда ищут очень много-много времени. Это очень легко попробовать, очень развивает. Я бы только не стал со следователями играть в такую игру. Ну, это шутка была. Но на самом деле столько было хохота, потому что все считают, что если спрятать, то спрятать. Да. А тут вот она стоит, ее так долго ищут. Ну, это да, это все равно интеллектуальное все время развитие. Еще много читал, очень много читал сказок и рассказов, и все им объяснял, когда читал. Это тоже было развитие такое. Я сослушалась с удовольствием. Помнишь, на даче-то, как у нас все деревенские старушки собрались слушать? Как ты им читал? «Конька Горбунка» читал. Да, я читал «Конька Горбунка», это моя любимая литература, «Конек Горбунок». Я помню, как Марья Васильевна, так она взвизгивала в дверях, и говорит, ну, надо, чего вы думали. И там еще на подружек приводила. Да. Девочки маленькие были. Это было 8 лет. 4-6 лет. Девчонки все понимали. Но там еще нужно особое чутье, нельзя пропускать непонятных слов. И это как раз повод. Поговорить. Поговорить, да. Вот хороший вопрос. Хвалить детей, ругать детей, что эффективнее? И если вы ругали и хвалили, то за что? Ну, значит, детей ругать нельзя вообще. Детей можно ругать, ну, ругая поступок. А когда ты ругаешь ребенка, ты ставишь какое-то клеймо, и это очень нехорошо. А люди так устроены, что каждый из нас совершает какие-то действия, которые, ну, в общем, ну, так, простым языком говоря, плохие. Это случается с каждым, и есть действия, про которые, например, я никогда не скажу про свои. Но так вышло. Так вышло. Но я сказать про это не хочу. У японцев, кстати, есть такой принцип. Называется канзио. Это только у меня. Я живу этим руководством, но никому не говорю. Но ты не часто хвалил? Ну, хвалил. Ну, у девчонок было за что хвалить. Петю было меньше за что хвалить. Вот. Ну, как-то так это получалось. У него были такие интересы, которые не приводили к результату, который можно похвалить. А у девчонок были. Вот. Ну. У меня тут своя точка зрения, но это интервью с тобой. Ну, хорошо. А вот тут спрашивают люди, а как воспитать милосердие и смирение? Уважение к старшим, в том числе к бабушке, дедушке, у внуков. Как это воспитать? Можно ли это воспитать? Я не знаю. Мне кажется, это природа дает или какой-то случай. Мне, когда было там пять лет, я увидел какого-то заброшенного котенка, у него были больные глаза. И отрежды в день ему промывал глаза. Забрал в дом? Тебе разрешили? Нет, я приходил туда, где он жил. Он жил там в какой-то конторе, я приходил, это делал. И как-то это, ну... Но это от семьи идет или это изнутри идет? Не знаю, не могу сказать. Не могу сказать. Я думаю, что милосердие во всех живет, в людях, так же, как и агрессия, в каждом. Это просто эволюционные условия такое выживание. Но проявляют себя по-разному. Проявляют, да. Условия нужны для проявления милосердия. Поэтому вот получается, что нужны грустные примеры, когда милосердие может быть проявлено. Вопросы, они связаны с нашими детьми. Если очень способный ребенок, совершенно не хочет учиться, как папа может изменить ситуацию? Право не знаю. Чем-нибудь удивить? Или как-то показать, что вот когда у тебя есть знание, это такой мощный инструмент, который делает тебя другим, отличает тебя от других. Ну, какой-то дух соперничества всегда есть. Вот. У всех это по-разному. Но он должен показать, что знание – это сила. Ну, та или иная. Вот. И она действует везде. Ну, вот, кстати говоря, умные люди, развиты, они даже в лагерях среди жутких уголовников, они имели авторитет. Потому что эти люди вот видели глубокий интерес. А вспомни, как Аганя смотрела передачи с Гордоном. Аганя – это наша молочная хозяйка. Да. Прорали у него молоко много-много лет. И выходили вечером с большим ребенком за молоком. И вот она смотрела, про что говорят ученые. А я ничего не понимаю, но очень интересно. Да. А она видела другой дух. Второй папа у нас, да, нет взаимопонимания с детьми. Как быть матери? Как в этих условиях вырастить гармоничных детей? Ваше мнение. Ну, во-первых, надо все-таки с женой думать как-то одинаково, чтобы дети не видели таких противоречий. По крайней мере, если они есть, то не публично. Вот. У детей должна быть уверенность. Для детей родителей – это общий фронт. Это когда он разделяется, им, конечно, тяжело. Поэтому, ну, надо договариваться, да. Другого способа я не вижу. Вот. А я забыл там, как проблема сформулирована. Как вырастить гармоничных детей, если нет у них контакта с папой, а папа у них второй? То есть это не их папа. Это, конечно, сложный случай. Все равно, в любом возрасте дети так или иначе уязвимы. Вообще, детство – это очень тяжелое время. Я тоже так считаю. Ты живешь в зависимости. Тебя какая-нибудь воспитательница пичкает кашей, которую ты ненавидишь, укладывать в тихий час, и ты ничего не можешь сделать. Вот. И поэтому, если вы делаете какие-то проявления добрые, что-то делаете, такое ребенку чужому, который ему как-то помогает, то это совсем другое дело. Вот я был знаком с Натальей Кузьминой. Это такой был доктор. Она была дочерью знаменитой актрисы и приемной дочерью Михаила Рома. Так она его любила гораздо больше, чем отца. Такое бывает. Да. Еще, мне кажется, женщинам, это я скажу просто последнюю фразу, кажется, женщинам в такой ситуации очень важно помочь своему любимому мужчине наладить контакт с ребенком. И, да, надо это, потому что многие разделяют. Вот мои дети, а вот ты. Ну, у тебя этот опыт больше моего гораздо. Так. А вот если взрослый сын грубит отцу, как жена должна реагировать? Ну, конечно, стоять на стороне отца. Вообще грубость – это скверные свойства. Грубость – это всегда какая-то скрытая обида, мне кажется. И всегда это делают. Разобраться надо. Вообще для меня такой, ну, достаточно новый опыт, что, как это, лицом к лицу лица не увядать. Большое видится на расстоянии. А на расстоянии и ты сам, и на стороне другие люди. Значит, надо к ним обращаться. Ну, чтобы они растолковали, тебе помогли. Ну, например, психолог, приятель твой, ну, кто-то. Нужна сторонняя точка зрения, но заранее согласиться принять ее, конечно, тяжело. Потому что, кажется, сам Сусан. Здесь хороший вопрос. Вот ваша роль в воспитании девочек. Три нельзя в отношениях папа-дочь. Первое – это то, что Катя всегда говорит на своих днях рождениях. Нет, ну, это вот универсально. Надо признавать человека человеком, и надо это демонстрировать. И поэтому постучать в дверь, прежде чем войти в комнату – это просто демонстрация. Даже когда они были маленькие – маленькие. Когда было 2-3 года, он стучал в двери. Это просто демонстрация. Потому что, когда я признавал их территорию, автоматический ответ – что они признают мою и другие территории. Первое – нельзя. Да. Нарушать пространство личное? Да, да. Оно должно быть. Вот. Значит, нельзя, ну, как-то даже вот столько сомневаться, что они там некрасивые, неуверенные и прочее. Это категорически невозможно. Вот. Такого делать нельзя. И нельзя быть в любых смыслах грубым. Этого нельзя. Спасибо. С удовольствием сама все это прослушала. Переходим к следующему глупку под названием «Наука». Быстро. Мы с детьми разобрались. Мы с тобой разбираемся до сих пор. А их-то больше и больше. Слушай, замечательные вопросы про науку. Мне очень понравилось. А почему наука всегда проигрывает шарлатанам? Почему люди так охотно верят в астрологию, гомеопатию, плоскую землю и прочий бред? Супер. Значит, ну, я вам уже сказал, что я начинаю третью карьеру, а она связана с тем, что я разбираюсь в том, как человек думает. Меня это давно интересовало. Но в старых карьерах руки не доходили. А сейчас вот я 10 лет в новой карьере, я 10 лет назад перешел в университет по приглашению своей ученицы. Это она себя так назвала, а не я. И я перешел на кафедру психофизиологии. Я прошу прощения из института прикладной физики. И остался в институте прикладной физики, скажи ему секрет. Добрый Александр Григорьевич Литвак мне сохранил рабочее место еще и в институте. Мне это страшно удобно, мне это очень нравится. Ты переключаешься с одной науки на другой. Ты не расстался с физикой, но тебя привез к психофизиологии. Мало того, вот, значит, я потратил 10 лет, и только сейчас я почувствовал силу, что отцам той науки, в которую я пришел, я могу начать противоречить. Ну, ты когда набираешь просто сколько-то, то сначала ты слушаешь, потому что без этого никак нельзя. И на это уходит ужасно много времени. На это очень трудно решиться. Но зато потом ты можешь не ругаться с ними, а аргументированно возражать. Ну, так устроена наука. Так вот, эта самая наука про то, как человек думает и как что он воспринимает, она очень быстро прогрессирует, и вот так уж устроены мозги человека, что он не умеет не верить в шарлатанов. И этому подвержен любой из нас. Просто есть наши экспертные области, где мы сами и сами думаем, а есть области, где приходится доверять. Если у тебя плохие критерии выработки доверия, то ты в лапах шарлатанов. Вы говорили, что думать умеет 5% жителей Земли. Так может, это такая поломка в мозге, умение думать? Может быть, правильно будет как раз не уметь и жить по традициям и опыту предков? Ну, здесь правильно, неправильно не надо говорить. А что, я говорил про 5%? Я завысил. Я завысил. Сейчас я приведу расчет. Вот, у нас стало с прошлой осени 8 миллиардов научных работников на Земле. 7 миллионов. Это означает меньше 0,1%. То есть, один из тысячи. То есть, люди, которые занимаются наукой, это люди... Я уже не знаю, повезло мне или нет. Тут сказано, может быть, и не надо. Да, так вот. Значит, смотри. Вот 0,1% ученых, 0,1% артисты, адвокаты, врачи и так далее. А деятельности разных у людей мало. Поэтому моя оценка нынешняя, что влияние оказывает всего 2% населения. Ну, это моя оценка грубая. Но при этом это не те люди, которые делают лучшие карьеры на Земле. Очень часто крутые карьеры делают люди, которые, в общем, не шибко-то умеют думать. И мы, в значительной части, животные. Разум – это такое новоприобретение. А все как-то живут, и живут прекрасно. И поэтому вот то, что можно было бы назвать жизненным опытом, это очень ценная вещь для выживания. И он приобретается вовсе не через научное знание. Он приобретается через практику. Вот так и написано. По традициям, опыту предков надо жить, а не согласно вашим научным. Их надо менять. Вот смотри, Аганя была умнейший человек, хотя совершенно необразованный. Но она была умная. Она все это как-то глубоко понимала. Поэтому мы должны принять к сведению, что мы живем на основании сложившегося жизненного опыта. Он у всех индивидуальный. Он передается через социум. Он, кстати, передается в отличие от науки. Вот чтобы заниматься наукой, надо захотеть. А захотеть не приобретать жизненный опыт ты не можешь. Все равно приобретешь. Все равно приобретешь. Подожди, ну скажи, может быть, это все-таки такая поломка в мозге? Нет, это не поломка, это норма. Я допускаю, что есть мозги, в которых и нет мышления в привычном человеческом чувстве, понимания. Но я вот много прочитал про способности животных. Так вот, все это вырастало постепенно. Значит, совсем без разума, если мы люди, мы не можем обойтись. Хотя сейчас индивидуальные способности такие высокие, как много лет назад, они не требуются для выживания. Потому что социум сам по себе очень защищают. Это, кстати, не моя идея. Это у Харари так. Вот есть такая шутка. Сумма разума на планете, величина постоянная, а население растет. Все об этом же. Почему человечество в целом изобрело кучу полезных вещей? И за последние 200 лет буквально выдернуло науку из спячки и отправило в космос. Но в целом и стало умнее. Значит, да. Вот тут из моей второй карьеры такие сведения, что вот 20 век, он был решающий, мы сейчас там хлебаем дальше, катастрофически сильно выросло производство. И все, что нас окружает, это такой новодел, ну, вновь созданное. Потому что в 20 раз вырос продукт с 20 века. В 18, если быть точным. Вот. И все это сделано в 20 веке на научной основе. Без этого было никак нельзя. Поэтому, да, построено на научной основе. Ну, таково влияние. Но распоряжаются этим обычные люди, они потребители. Мы там в маркетинге прогибаемся ради их неразумной потребности и так далее. Политики охмуряют, потому что я не слышал политика, я заявлял, я хочу, чтобы все люди жили хорошо. Они борются за то, чтобы получить в уроке власть. И у них две главные парадигмы. Нет, они заявляют, что они хотят, чтобы люди жили хорошо. Врут. Да. Вот. Значит, там две парадигмы. Свобода или безопасность. И животные, конечно, выбирают безопасность. Представим, что в будущем людей лечат от всего. Медицина развивается семимильными шагами. Неизлечимых болезней уже нет. Изношенные суставы мы заменяем титановыми. То есть, людям не от чего умирать. Как будет решаться этическая проблема с меняемостью населения? Не могу ответить. Но есть известная задача про топор. Вот там был знаменитый индейский вождь, и вот у него был топор. Он из деревянной рукоятки и железного этого. Вот. И этот топор, ну, да, какой-нибудь именно дадим. Ну, топор отца, да. Теперь рукоятка сломалась. Поставили новую. Это топор отца? Ну, наверное. А потом сломался этот. Поставили новый на старую рукоятку. Это чей топор? Вот. Поэтому, когда такая пересборка людей, нельзя говорить, что это останутся все те же люди. Поэтому, ну, может быть, будет такой, который там как-то меняется, я не знаю. Но мне кажется, это глупым. Я сейчас не готов ответить на вопрос, но я себе его задал. Потому что, вот когда ты начинаешь думать, как росли способности воспринимать мир и думать, ты начинаешь думать про эволюцию, и начинаешь думать, откуда это все взялось. И я пока не могу ответить, надо ли, чтобы они постоянно рожались, но я думаю, что надо. Или можно перейти на способ, когда живут вечно. А сколько вообще человек должен жить? Я разве знаю. Но мы просто по прецедентам знаем, что вот где-то около сотни лет, что... Да, кстати, значит, несмотря на колоссальные успехи в увеличении продолжительности жизни, все-таки это происходит не потому, что много людей живет долго, а потому, что много людей не умирает рано. Это другое дело. Ну, и как я понимаю, вот мне 73 года, я сейчас старше своей начальницы института, куда я пришел работать, а она мне казалась жуткой старухой. Ну, это редкость была, 73 года в начале института, конечно. Да, а сейчас люди, в общем, они явно прибавили, они все гораздо моложе смотрятся. Хорошо, давай я теперь задам вопрос. Вот твоя наука. Я вышла замуж за мальчика, который был очень увлечен физикой, прекрасно учился, участвовал в олимпиадах, мечтал о Нобелевской премии и так далее. Это была глупость. Ну, может, глупость, может быть, нет, я тоже мечтала вместе с тобой. Нет, ну, это мотив, да, это мотив. А потом мы с тобой выяснили, что ты мог бы быть прекрасным хирургом, и у тебя к этому очень много способностей, и не случайно ты занимался физикой и медициной. Потом мы выяснили, что мог бы быть прекрасным строителем, даже когда ты строил наш дом, было видно, как ты в этом понимаешь, и как ты это все умеешь. Вот сейчас тебе 73 года, у тебя там третья научная карьера, ни одна из них не сделала тебя богатым и знаменитым. Ты не жалеешь, что ты когда-то выбрал науку, а не пошел в другую сферу? Нет, я не жалею. Это, конечно, жизнь трудная, но, видимо, что-то такое есть. Вот мне нравится узнавать, и это мне кажется глобально важным. Поэтому у меня, условно говоря, материальные требования очень просты. Не хочу знать, сколько стоит еда, не хочу знать, сколько стоит бензин, не хочу знать, сколько стоит билет на самолет. Сейчас уже это нельзя не знать. Нет, ну я понимаю, но это такие простые требования. И давно известно, что в науке сколько ни плати, а все равно есть некий предел производительности, который зависит от мотивации, подготовки. Он такой. В общем, ты не жалеешь, что ты невеликий хирург? Нет, нет, нет. Нет, тут другой аспект, что каждый человек, Катька же сказала разумно вполне, что счастливых дорожек много. Поэтому ты вот сделал выбор, и на твои жизненные результаты, вот он вначале не влияет, зависит то, как ты этот путь пройдешь. Ты больше одинаково счастливым строителем, хирургом. Да, примерно так, я думаю. Машина времени и вечный двигатель. Спрашивают, это возможно? Сколько тебе приносили личных двигателей, Омчика? Нет, а у меня, кстати, была вот в моей второй карьере именно такая специальность. Я сумасшедших отсеивал. Они приходили с научными предложениями техническими, а я их отсеивал. Иногда приходил ходить в суд, в нормальный такой суд, где надо было доказывать, что я не преследую российских избритателей. Но, конечно, это вопросы по физике, конечно, вечного двигателя, вот в таком понимании нашем, что мы хотим от него что-то получить, такого нет. Такого нет и быть не будет. Вашего времени? Знал бы я, что такое время, я бы ответил. Какой красивый ответ. Переходим на самую интересную. Да. Третью тему. Наши с тобой отношения. Кто в вашем доме хозяин? Хозяйка, конечно, ты. Потому что столько заработать, что дом купить я бы не мог. Мой дом был бы скромнее. Но в некотором смысле хозяин я, потому что дом же не свалка какого-то, барахла. В нем какой-то порядок, что-то там функционирует. В этом смысле я ходил. Да, я без тебя не стала бы жить в доме, это точно. Ваша жена, вечный вопрос, зарабатывает больше вас. И как же вы к этому относитесь на самом деле? Предыдущие, видимо, ответы не убедили. Ну, а как-как? Ну, я отвечу так, что я живу той жизнью, которая получилась, и, естественно, и на меня на твои деньги тратится. Но я себя той мыслью успокаиваю, что если посмотреть, сколько я зарабатываю, то я вполне мог бы жить самостоятельно и существенно лучше многих людей, которых вижу вокруг. Просто, ну, у тебя такой уникальный рынок и уникальная способность, вот они-то там деньги приносят. Вот. У меня приносят, но не так щедро. Ваш самый большой недостаток и ваше самое большое достоинство в разрезе семейной жизни? Ну, да, хорошенький вопрос. Ну, я считаю, что я достаточно терпеливый человек. А это, ну, всегда что-то... Вот я совершенно уверен, что, ну, что-то надо обсуждать, а что-то не надо. Лучше это как-то проглотить. Но проблема должна стоить обсуждения. Подожди, это недостаток или достоинство? Вот объясняю. Я тебе терпеливый. У меня вот этот порог там, что не обсуждать, просто как-то это, ну, и прошло. Я, ну, да, это какой-то такой, ну, наверное, это плюс. А минус? Ну, с минусом улей всегда трудно. Трудно. Да, точно. Давай будем так. Это че же такое? Привет, Олл. Хорошо. Поехали дальше. Вы профессор. Получается ли в семье никого не учить? Как справляетесь с этим? Да легко. Вообще-то учить любят как раз люди, которые мало знают. Учить надо, когда просят. Но когда люди подписались на то, что учиться, у меня вызывает жуткое раздражение, когда они этого не делают. Даже тогда, когда им это трудно. Вот. Учишься, так учись. Мне еще обидно, что я-то к этому серьезно отношусь, а эти бездельники такие встречаются. Пришли, что мало. Подожди, да, здесь речь идет о семье. А, о семье, извините. Конечно. Получается ли у вас, как у профессора, научного человека, в семье никого не учить? Или все-таки, ну, вот, это же привычка уже учить. Профессоров. Нет, ну, хорошо. Я, ну, не знаю, может это и, может как-то прорываться, но намерение кого-то учить у меня нету, пока не спросят. Так. А каково это вам, когда жена публичный человек? Трудно. Разве трудно? Тебе никогда это не было трудно, мне кажется. Ну, я сейчас специально сказал, что трудно. Ну, потому что, когда ты публичный человек, тебя все время дергают, так или иначе. Ну, возникает проблема, вот, найти время. Ну, у тебя работа же много времени занимает. Во время работы не принято, человека дергать. Вот. Ну, я могу сказать такая штука, что вот мы довольно давно, и сейчас это и в мою сторону пошло, мы же не согласуем время какое-то устно. Так, а мы пользуемся календарями. Это удобно и так гораздо спокойнее. Вот. Поэтому, ну, это вот, ну, некое решение трудности. Потому что доступ к человеку, который сильно занят, это, конечно, трудное дело. Тут уже написано, находите ли время для двоих, быть вдвоем. Ну, специально просто, по-моему, организуется. Ну, все поездки вдвоем, все дачи вдвоем очень много. Мне кажется, мы гораздо больше вдвоем. Я очень люблю с тобой на самолете летать, приятно. Туши со мной вообще никого нет, кроме, может быть, соседей. Что вам помогает жить вместе 50 лет? Но ответ – ничто не мешает, не засчитывается. Что помогает жить вместе уже 51 год? Ну, я думаю, что в каждом есть какое-то терпение уже, навык такой. Причем мы же понимаем, ну, скажем, если как-то дальше не складывается, это же катастрофа. Поэтому, ну, как-то приходится этим считаться и как-то там, и сдерживать себя, и делать что-то такое встречное. Вот. Ну, когда были дети, таких проблем не было, мы же были жутко заняты. После детей мы довольно много занимались карьерой. После детей. Не во время. Вот. То есть ты считаешь, что жить вместе 51 год с удовольствием нам помогает именно терпение? Ну, я такого не сказал. Ну, мне вот еще интересно. Вот. Потом нам помогают жить ценности, которые создали. Мы же это сделали. Вот. Мне интересно с тобой там обсуждать детей или к ним съездить. Хотя я не так вот активно участвую каждодневно, но я это, ну, скажем так, аккуратно, тихо наблюдаю. Как меняются отношения мужчин и женщин с течением времени? Меняются ли они? Остается ли любовь? Ну, она просто меняется по содержанию. Конечно, отношения становятся глубже, ради чужой жизни-то идет. Вот. Конечно, сохраняется, но она другая. Интимность другая, все другое. Но сохраняется, а без этого никак. Просто невозможно. Мне нравится, как вам это называло нежная дружба. Мне очень нравится это определение. Ну, там даже есть какая-то песня такая. Я забыл. Просто встретились два одиночества. Нет, 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 нет. Хорошо. Что-то там про поезд. Идем дальше. Идем дальше. В чем секрет успеха вашей жены? И участвовали ли вы в этом успехе? Ну, участвовали нет, это уж тебе судить. Там, ну, конечно, пока вместе жили, как-то участвовал. А секрет очень простой, на мой взгляд. Секрет в том, чтобы сравнивать с тем, что вокруг. И если есть разница, то пытаться ее как-то перекрыть. Очень много училась. Очень много работала. То есть просто так ничего не дается. Ну, трудности у каждого, конечно, свои. Но вот у тебя так. Я поражаюсь, сколько народу это, ну, как-то повлияло. Ты у них выучил, потратил на это время. Вполне беспощадно. Поэтому и успех такой. Ну, плюс способности. В вашей книге, Нина Витальевна, вы пишете, что вы растили карьеры друг друга. Вопрос к профессору. Как он, да, как он растил, как ты растил мою карьеру, и как я растила твою? Ну, как растил, во-первых, я почти всегда. Да, был в курсе дела. Я хорошо понимал, что ты делаешь. Сейчас меньше. Потому что это жуткое расписание. Это все как-то на выезде. Я содержание не знаю, что там. А когда в телевизоре был, я же все это видел. Вот. Сейчас тоже кое-что вижу. И я мог что-то говорить. Кроме того, ну, чтобы что-то там оперативно сделать, надо быстро в чем-то разобраться. Удобно, когда у тебя есть эксперт, который ты что-то спросишь. Я страшно люблю спрашивать больше, чем читать. Вот. Ну, я думаю, что в этом смысле я часто мог что-то сделать такое быстро, чтобы сориентировать. Не знаю, насколько сильно это влияло на карьеру. Но, во всяком случае, я помню, что мы часто так разговаривали. Значит, аж ты повлиял на карьеру, я очень поддерживал? Их сейчас смотрю. Поддержка другое, хотя моральная поддержка тоже, наверное, значимая. Обсуждения много, значит, разговоры много случат. Разговоры, может, я там и не даю советов, но выговорится. Ты даешь советы? Ну, это не важно. Хорошо. Как я повлияла на твою карьеру? Ладно, я даю, может быть, и плохие советы. И хорошие. И хорошие. Они бывают плохие-хорошие. Просто бывают, которые принимают, которые не принимают. А как я повлияла на твою карьеру? Ну, значит, чаще всего мужей там пилят, чего-нибудь им говорят, там, зарабатываешь мало или еще там чего-то, чего вот это не сделал. Этого не было, этого не было, не помню такого. Ну, хотя, конечно, какие-то бывали случаи серьезных обсуждений, но не было давления. Я все равно, вот когда думаю про свою научную карьеру, я, несмотря на то, что там много чего пришлось проглотить, такого трудного, вот, я всегда делал, что хотел. И я разговаривал, и не так много людей могут так сказать. Ну, на книги и на твои телевизионные проекты я точно повлияла. Это верно. Это было важно. Да, это верно. Да, это верно. Я этого никогда бы не сделал. А это получилось очень хорошо. И это «Умное утро» твое телевизионное, которое по пятому каналу показывали, это же тоже такая гордость моя очень большая. Нет, я даже там год проработал на пятом канале, да. Ну, да, такая способность у меня была, но, наверное, она не открылась бы. Ну, просветительская такая. Она была и есть. Ну, и последний вопрос. Ваша жена сообщила, что вы оба ходите к психотерапевту. Помогает ли вам? И что новое вы узнали от него о себе и о своем браке? Я тебя не спрашиваю об этом. Вот теперь спросила. Нет, ну, во-первых, не к психотерапевту, а к психологу. Да. Потому что мы не больные люди, а мы ходим к человеку, который может посмотреть со стороны. Вот. Я уже говорил, что это важно. Самое трудное, это, ну, как это обычно бывает, тебе приходится ему доверять. Он, конечно, что-то там объясняет, но приходится доверять. И это требует большой аккуратности. Я думаю, поэтому многие боятся. Ну, и рассказать боятся, и боятся попасть не в те руки. Это тоже, кстати, бывает. Конечно. Вот. Ну, поэтому, как я сказал, я не собираюсь все рассказывать, что там я увидел и узнал, и так далее. Но я могу сказать, что там много простых и конкретных рекомендаций, которые очень действенны. И я вот... Например? Например, ну, какие-то явные проявления. Ну, вот у меня есть такая проблема, я понимать понимаю, вот, но я часто не говорю. А, оказывается, надо говорить. Вот. Это довольно трудно было понять. Ну, потом простые символические действия. Ну, я, например, точно понимаю, что для жизни исправное отопление, исправная вода и там несквозящие окна, они важнее, чем букет на столе. Но действуют они слабее. Ну, и еще раз. Вот у нас есть действия технологически важные, эмоционально важные. Они расходятся. Эмоционально важные, да. А почему тебе так трудно говорить словами? Ну, это, видимо, тоже какой-то навык. Вот. Кроме того, несмотря на то, что я понимаю, что я говорю хорошо, я тут не хвастаюсь, а просто это, ну, честь ремесла. Я должен говорить хорошо и должен говорить понятно. Но у нас гораздо больше происходит такого, чего тоже надо высказывать. А к этому я не был приучен. Это, видимо, дается каким-то воспитанием, я не знаю. А приучиваться в возрасте довольно трудно. Да. Довольно трудно. Фактически это такой комментарий к твоим действиям и к твоим переживаниям. Я к этому просто не был приучен. Хотя я наблюдаю людей, которые, например, что-то делают и приговаривают, что они делают. Видимо, такие люди более успешные. Ну, наша это семья папа все время так рассказывал маме про маму. Она ему про него. Это очень трогательно было все же. Да. Хорошо. Сейчас тебе все равно придется что-то сказать, потому что сегодня день рубленных. Мы приготовили шампанское и два бокала. Я поделюсь даже рецептом. Это недавно было. Лет восемь назад, да, в Питере. Вдруг мне бармен, когда я сказал, что не люблю шампанское, потому что оно кислое, предложил киррояль. Это в это же шампанское просекот добавлено немножко смородиного ликера. От этого он становится слаще. Поэтому вот мы приготовили киррояль, смешей, ассистентом моим любимым. Твой тост, мой дорогой, в день любленных. И мы заканчиваем интервью. Ну, раз уж так, то тост, конечно, за тебя. Вот. Мне важно, как ты себя чувствуешь. Важно, как у тебя получается работа. Важно, что ты думаешь про детей. Важно, что про меня. И зрителей еще любишь. Вот ведь что. А тебя больше. Да, я всех поздравляю с праздником. Праздники забавные, такая штука. Они либо ложатся, либо нет. Вот у нас там имя мужика даже не помню. Помнишь, это Феврония? А вот никак. Может быть, день влюбленных летом не кстати. Я не знаю. А тут как-то легко хорошо. Я всех тоже поздравляю. И, значит, если вы живете, то, скорее всего, жизнь хороша. Или не есть трудности, но все-таки вы живете. И это очень большое блага. Да. И живете с любовью. Да. Я за любовь. Да. Да. Ну, на этом мы заканчиваем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.